Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому и ни в коем другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надвижало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Дорогие друзья, сегодня день Йом-Кипур, судный, день всепрощения, день покаяния, день чувы. И этот день завершает собой вот этих первых 10 дней в году, которые мы называем днями трепета или днями трепетной любви. Я обычно так объясняю, в чем трепет, собственно, заключается как раз наш в эти дни. И потому что это действительно первые дни года, которые мы отчитываем, мы лета свои года отчитываем от сотворения мира. Наступило 5779 год, наступил год. И также отчитываем, конечно, и от создания мира, как от создания мира, так и от нашего исхода. От исхода 3330 год, с половиной уже. И вот это время, от счета лет, от сотворения мира, это, ну, все здесь понятно, как бы от нашего пращура, пра-пра-пра-отца Адама и пра-матери Евы, от создания человека, от создания этого мира. Поэтому мы и пишем 705779 год от сотворения мира. Вот, и это библейски, это правдиво, потому что Словом Божьим в Библии это все проверяется. Действительно, по годам родословиям, описанным в Библии, от Адама начиная, который прожил почти тысячу лет, отчет дней идет, и Авраам, Исаак, Яков в послепотопном мире, ну, в допотопном это было само собой разумеющееся, то, что все помнили, это прекрасно. В послепотопном среди потомков Ноя, среди некоторых, сохранялось это понимание, среди некоторых это уже потерялось, к сожалению. История человечества пошла в кривь и в кость и после потопа. Вот, и, но Бог избрал Авраама, который родил Исаака, который родил Якова, который родил патриархов. И, да и в Египте тоже мы сохраняли, потомки Якова в Египте сохраняли, вот это, от создания мира, время, отчет времен. Но когда мы выходили из Египта, Бог вывел нас рукой, мышцей, простертой рукой крепкой своей, из царства тьмы, то Он повелел месяцей, Он сказал, на месяц Авив, Ниссан, да будет у вас начало месяцев года. И поэтому есть еще, от Адама еще идущий календарь, как говорится, от создания мира, вот, и есть календарь такой еще, от нашего исхода. Вот, от нашего исхода прошло 3330 лет. От сотворения же мира прошло 5779 лет. И знаете, удивительно, но вот от создания мира, когда мы от Адама отчитываем годы, для нас новозаветных верующих, евреев, неевреев, христиан разной конфессии, динаминаций, мессианских иудеев, мастихитских мусульман, для всех, для кого Библия является Словом Божьим, для кого Новый Завет в крови Иисуса Христа является святыней величайшей, кровь Иисуса Христа, Господа нашего, величайшей святыней является. Ведь именно кровью Иисуса Христа имена наши записаны на небесах, дамы и господа, братья и сестры, это самая величайшая святыня, вот, наисвятийшая святыня, святое святых, вот. Именно со своей кровью Иисус Христос, Он и вошел во святое святых на небеса, чтобы за нас предстоять пред Отцом, быть великим первосвященником. Он действительно таковым и является. Уже два тысячелетия, как говорится, в нашем измерении земном, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Два тысячелетия Он уже является великим первосвященником, ходатаем Нового Завета, написано. Ходатаем Нового Завета. И не с кровью козлов или тельцов, нет. Он со своей драгоценной кровью вошел во святое святых, чтобы однажды и навсегда приобрести нам искупление вечное, чтобы однажды и навсегда совершить это великое чудо планетарного масштаба, спасения рода людского. Ибо един Бог написано, и един посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус. И удивительное совпадение, там, где Бог, там всегда такие удивительные, красивые совпадения, чудеса, мы их называем чудом, когда Новый Адам, Иисус Христос, пришел в это же самое время, в этот мир, как и Старый Адам. Поэтому не только День Рождения, не только Happy Birthday, Адам, не только с Днем Рождения тебя, Адам, но и с Днем Рождения тебя, Иисус, Happy Birthday, Джизис. Иисус, действительно, мы благодарим Бога за Его Святое Рождество. Хотя исторически, да, исторически Рождество было в эти дни, праздник Йом-Друа, потом, значит, осенние праздники, Бог осветил вот именно первым пришествием Машиаха. Ну и второе пришествие тоже, конечно же, в исполнении этих библейских пророческих праздников, оно совершится в это время. И, знаете, удивительно, конечно. О, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Царь Вселенной. Да, праздник Йом-Друа, праздник Трубного Зова, оповещающий народы о Царе Царей, Господе Господствующих. И однажды эти трубы оповестили о пришествии Машиаха. Эта труба в третьем году до нашей эры оповестили, в сентябре это было по нашему исчислению, это начало месяца Тешевы оповестили о том великом чуде, о котором в украинских песнях поется «Слово, очее, слово, очее взяло нася тіло, в темностях земных, в темностях земных сонце засвятило, Христос родився, Бог воплотився, анголы співают, цария витают, поклин витают, пастыри играют, чудо-чудо повидают». Вот эти песнопения прекрасные, говорящие о Боговоплощении, о Рождестве Христа. Много прекрасных гимнов в разных народах, разных племенах, по всей земле. Так или иначе эти гимны звучат, особенно в англоязычном мире, вообще это великое чудо. Столько гимнов, проставляющих Рождество Христа, прекрасных гимнов, переведенных на сегодня многие языки мира. Вот, хотя в церковной традиции о Рождестве Христа обычно вспоминают, ну да, либо в конце декабря, либо большинство христиан на планете, католики, протестанты и большая часть православных на планете, это 25 декабря отмечают Рождество, Christmas, Merry Christmas, желаю всем счастливого Рождества. Вот, и, либо у нас по старому стилю, и в старостильных некоторых церквях, и старобляческих церквях 7 января. Вот, но как не описывая все это, все равно исторически Иисус родился вот в это время, ну по нашему, ну да, осенью, осенью, во время осенних праздников. Слава Богу. Вот, и, ну конечно, самое главное, самое основное, я об этом часто говорю, проповедую и в декабре, и в январе, говоря о Рождестве, и вот в сентябре, я говорю, что самое главное чудо, это то, что Христос не просто там 2000 лет назад родился на земле, это чудо, величайшее чудо, но еще большим чудом является то, когда Христос рождается в сердце человеческом, когда Он рождается в наших сердцах, и растет, и царствует в наших сердцах, в нашей жизни, в нашей судьбе. Слава Богу, это самое прекрасное. Вот, так что, дамы и господа, благоставляю всех вас, сегодня этот емкий пур, который завершается бой, получается, эти дни трепетной любви, дни трепета. Благоставляю Бога всемогущего, благоставляю всех вас, братья и сестры, благоставляю свою семью сейчас, во имя Христа Иисуса, благоставляю благословением священническим. Да благоставит тебя Господь, и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим, и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя, и даст тебе мир, во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Киева, с парка Киота, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь, Христа Спасителя, мир всем вам. Сегодня у нас 19 сентября, 2018 год, по гражданскому исчислению, библейским исчислением, я уже говорил, да, 5779 год, 10 число, месяца Тешри. Пусть Бог благоставит вас во имя Христа Иисуса, Бешем и Ишуа на Машиах. Аминь. Аллилуйя. Ангелы в небе, Господа славят. Аллилуйя. Здесь вообще прекрасный день такой, красивейший просто день. я хочу вот показать здесь. Посмотрел вверх, когда просто удивительно. Слава Богу. Красивый парк, очень красивое место, такое живописное место. Господь чудесное место сотворил. И даже после грехопадения, казалось бы, после всех этих проблем, продолжающихся еще, притом, и красота эта, она видна еще в этом мире. Это прекрасно. Хотя, грех старательно уничтожает эту красоту, но она еще сохраняется. А представьте, как было прекрасно, когда все было сотворено только еще. Девственная красота. Я имею в виду 5779 лет назад. Мы даже представить себя не можем. Даже на ум такое не может прийти. Как было красиво. не видел того глаз, не слышал этого слуха. И не приходило это на сердце человеку, чтобы Бог приготовил любящим его. А нам это Бог открывает Духом Святым. Действительно, удивительная красота. Сейчас мы можем лишь отголоски этой красоты видеть. Господь творит. Все новое. Ангелы в небе Господа славят. Господь. 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 Господь.